Уважаемые коллеги, мы начинаем наш симпозу, посвященному функциональному заболеванию желудочно-кишечного тракта. Учитывая некоторые технические проблемы, пришлось поменять второй и первый доклад местами. И я сделаю доклад о современных подходах к диагностике и лечению функциональной дискепсии. Я профессор Кафедра в гастроэнтерологии и гипотезе первого Сеченовского медицинского университета, который руководит президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, академик Владимир Трофимович Ивашов. Я начну свой доклад с высказывания одного из основоположников послевоенной немецкой гастроэнтерологии эндоскопии Людвига Демленда. Почему основоположник? Мне достаточно сказать, что этот человек первый в Европе сделал операцию эндоскопической ассоциации эндоскопии. И вот что писал Демленд. Если бы я в своей пробной публичной лекции для получения профессорского звания, которое мне пришлось читать в начале 50-х годов, упомянул бы считавшийся тогда ненаучным термин синдром раздраженного желудка, это синоним функциональной дискепсии, то я бы с треском провалился. Но времена меняются, продолжал Демленд, а с ними меняемся мы и наше представление о вещах. В настоящее время термин синдром раздраженного желудка заслужил всеобщее уважение и почет, подобно Золушке, героине одновременной сказки. Мы рассмотрим в докладе следующие вопросы. Определение функциональной дискепсии, основные патогенетические звенья, алгоритм постановки диагноза этого заболевания и современные подходы к лечению. Итак, определение. В соответствии с римскими критериями функциональных расстройств четвертого пересмотра, о функциональной дискепсии мы говорим в тех случаях, когда у больного имеются такие клинические симптомы, как чувство переполнения в эпигастре и после еды, раннее насыщение, боли и жжение в подножечной области. При этом должны отсутствовать органические заболевания, способные объяснить эти клинические симптомы. И клинические симптомы должны наблюдаться в течение трех последних месяцев при их общей продолжительности не менее полугода. Выделяют два основных клинических варианта функциональной дискепсии синдром боли в эпигастре, когда на первый план выступают боли и чувства жжения, возникающие после еды, исчезающие после еды или возникающие натощак. И второй клинический вариант – это постпрендиальный дистресс-синдром, когда ведущими жалобами является чувство переполнения в подножечной области после еды, раннее насыщение, которое возникает не реже, трех дней в неделю и нарушает привычную повседневную активность больного. Оба варианта могут сочетаться друг с другом, а также с отрыжкой и тошнакой. Основные патогенетические звенья функциональной дискепсии. Патогенетические звенья всех функциональных расстройств, они примерно сходны. И вот согласно Дугласу Дрослому, это председатель Всемирного комитета по функциональным расстройствам, есть фоновые факторы, куда входят насредственные предрасположенности, условия, в которых рос и развивался больной, психосоциальные факторы, стрессовые события жизни и другие. Включаются патофизиологические звенья на этом фоне в виде нарушений моторики и рестеральной чувствительности, и они уже вызывают клинические симптомы заболевания. Если говорить о функциональной дискепсии, то важную роль играет кислотно-пептический фактор. Было показано, что показатели PH интергастрального и интергурдонального у больных с синдромом эпикастральной боли, они снижены. И кроме того, у больных функциональной дискепсии имеется повышенная чувствительность слизистой оболочки 12-перстной кишпе к соляной кислоте. Важную роль играют и нарушения гастрогурдональной моторики. У значительного числа больных отмечаются расстройства аккомодации желудка, это способность фундального отдела к расслаблению после приема пищи. У части больных замедленная эвакуация из желудка. Кроме того, нарушается координация между моторико-эндерального отдела и 12-перстной кишпе. Исследование, проведенное с применением различных методик, показало, что у значительного числа больных функциональной дискепсии имеется висцеральная гиперчувствительность. Это повышенная чувствительность рецепторного аппарата стенки к желудку к растяжению. Поэтому боли и неприятные ощущения появляются у больных с функциональной дискепсией при меньшей степени растяжения желудка, чем у здоровья. В римских критериях четвертого пересмотра были приведены и другие возможные патогенетические факторы. Это воспаление слизистой оболочки 12-перстной кишки низкой степени активности, повышение ее проницаемости, гаодональная азинофилия. Давайте рассмотрим современный алгоритм постановки диагноза функциональной дискепсии. Согласно римским критериям четвертого пересмотра, диагноз функциональной дискепсии ставится на основании оценки жалоб. Результаты тестирования на инфекцию пилорического геликобактера, а что касается изофагогастроглоденоскопии, то она проводится лишь больным старше 40-55 лет, а также при наличии симптомов тревоги, таких как ночная симптоматика, потеря массы тела, признаки желудочно-кишечного кровотечения и другие. Вот алгоритм в виде схемы. У больного нет симптомов тревоги, тогда ему проводится тестирование на наличие пилорического геликобактера, если результат положительный, проводится эрадикация. Если симптомы дискепсии исчезли и их нет полгода-год, то такому больному ставится не диагноз функциональной дискепсии, а диагноз дискепсии ассоциированный с пилорическим геликобактером. А вот если эрадикация была успешной, но симптомы дискепсии остались, то это истинная функциональная дискепсия. Но давайте посмотрим другой путь развития событий. У больного есть симптомы тревоги, о которых мы говорили. И, ну, проводится кастероскопия с биопсией, если изменения не есть, то это вторичная органическая дискепсия, если нет, применяются другие тесты. Но если не находятся изменения, посмотрите, я выделил красный, такой больной переводится опять в группу функциональной дискепсии. То есть сначала мы говорим, что симптомы тревоги исключают диагноз функциональных расстройств, а потом мы сами этих же больных погружаем в группу. Вот в 2020 году по председательству Яна Тата из Береги в дистанционном режиме прошло итоговое согласительное совещание Европейского общества нейрогастроэнтерологии и натурики, которое как раз было посвящено функциональной дискепсии. В совещании принял участие 42 эксперта из 25 стран. Россию представляли сотрудники кафедры Владимира Кахимовича и Вашкина Ольга Андреевна Сторона, Диана Евгеньевна Рубянцева и Ваш покорный Сулуган. Осценивая справедливость 65 положений и решение считалось принятым, если за него голосовало более 80% экспертов. Давайте рассмотрим одно из положений. Проведение эсофагогастродоноскопии является обязательным для постановки диагноза функциональной дискепсии. 80% голосовали за. Но дальше следует положение. Врачи первичного звена могут вести необследованы больных с дискепсией без проведения эсофагогастродоноскопии, если у пациента нет симптомов тревоги. 93% голосовали за. То есть сначала мы говорим в соответствии с выражением, если нельзя, но очень хочется, то можно. Следующее положение оказывается, по мнению экспертов, проведение ультразвукового исследования органов брюшной полости абсолютно необязательно для постановки диагноза функциональной дискепсии. И не было утверждено положение о целесообразности даже проведения общего анализа крови. Поэтому позиция Российской гастроэнтерологической ассоциации такова, что римские критерии четвертого пересмотра не могут быть критериями позитивного диагноза, поскольку клинические симптомы функциональной дискепсии не специфичны. Диагноз функциональной дискепсии это диагноз исключения, который может быть поставлен только после тщательного обследования больного. С какими заболеваниями нужно в первую очередь дифференцировать функциональную дискепсию? Прежде всего с язвенной болезнью, потому что клиническая картина язвенной болезни обострения не отличается от такового у больных с болевым вариантом функциональной дискепсии. И не случайно в первых римских критериях болевой вариант именовался язвеноподобным. Гастроэзофидиально-рефукс на уборизме здесь могут быть разные варианты. Ну, во-первых, в первых римских критериях изжога вообще считалась симптомом функциональной дискепсии. Важно помнить, что у 20% больных ГЭР дискепсия является ведущим клиническим симптомом заболевания. Ну, и надо помнить, что функциональная дискепсия часто сочетается с гастроэзофидиально-рефуксной болезнью. Заболевания желчеводящих путей. Мы привыкли, что типичным признаком желчнокаменной болезни служат приступы желчной полики, но нередко это заболевание протекает с неспецифическими дискепсическими симптомами. А как же мы выявим желчнокаменной болезни, не проводя внутрозвуковое исследование в этом прошлом поле? Хронический конкреатит, да, в классических случаях мы видим опоясывающие боли, диареи, состатареи, потерю массы тела, но могут быть ведущими симптомами дискепсии. На практике чаще встречаются обратные ситуации, когда больным с функциональной дискепсией без должного на то основании ставится диагноз хронического конкреатита. Опухоли желудка, лекарственное поражение желудка. Ну и вот основные методы исследования, которые мы применяем прежде, чем поставим диагноз функциональной дискепсии. Это клинические и биохимические анализы крови, анализ скалы, в том числе на скрытую кровь, ультразвуковые исследования органов брюшной полоски, изопалка гастроглодомоскопии с биопсией, ну и тестирование на наличие инфекций в биопсии. Когда у нас встает вопрос о оценке моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта, мы поработаем рентгенологическое исследование, сцентографией желудка, дыхательный тест с оптановой кислотой, субчевый ВАЖ, импедансиметрию и иммунометрию пищевого желудка. Ну и современные подходы к лечению функциональной дискепсии. лечение функциональной дискепсии, как и лечение других функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта, строится по типу пирамиды. Как известно, пирамида имеет несколько уровней. И вот самый нижний уровень это установление правильных взаимоотношений между врачом и пациентом. Что включает в себя установление правильных взаимоотношений? Это выяснение причин обращения больного к врачу, образование больных, объяснение им доступным языком механизмов возникновения имеющихся у них жалоб, переубеждение больного в тех случаях, когда они убеждены о наличии у них тяжелого онкологического заболевания, введение пищевого дневника, который позволяет идентифицировать продукты, которые вызывают у больного те или иные диспетические симптомы, диетические рекомендации, нормализация образа жизни, отказ от вредных пирамидов. Следующий уровень пирамиды это назначение препаратов гастроэнтерологического кофе. Здесь выбор зависит от варианта течения функциональной дискуссии. При синдроме боли в эпигастрии препаратом первой линии являются ингибиторы протонной полной H2-блокаторы при постпроджайном дистресс синдроме прокинетики. Ну и если наши гастроэнтерологические препараты оказываются недостаточно эффективными, то прибегают к препаратам второй линии это трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы протокузы платы херотонина. Но эффективность этих препаратов в большинстве исследований оценивается сдержанно. Вот последнее крупное многоцентровое исследование оно свидетельствовало о том, что трициклические антидепрессанты эффективны при болевом варианте функциональной дискуссии, а селективной ингибиторы обратного захвата серотонина не дают эффекта ни при синдроме болевый гастрин ни при постпомидеральном дистрессе недостаточно эффективность лечения функциональной дискуссии во многом обусловлена тем, что применяющиеся препараты действуют избирательно лишь на отдельные патогенетические факторы не влияют на другие звенья. И это послужило основанием для разработки концепции мультитаргетной терапии. Что она в себя включает? Это применение вместо нескольких лекарственных средств одного препарата, влияющего на разные звенья патогенеза заболевания. Вот препарат СТВ-5 у нас известен в нашей стороне под названием Иверогаз. Препарат содержит 9 разных лекарских растений. Компоненты этого препарата влияют на различные звенья патогенеза функциональной диспетии, оказывая многоцелевое мультитаргетное действие. Иверогаз оказывает влияние на 5H3-серотониновые рецепторы, 5H4-серотониновые рецепторы, N3-мускориновые рецепторы, опиоидные рецепторы. И что в результате этого мы получаем? Расслабляется мускулатура фундального отдела желудка, это приводит к нормализации аккомодации, активируется моторика антрального отдела, это способствует улучшению транзита, снижается висцеральная гиперчувствительность, это приводит к устранению боли, снижается кислотообразование, и мы получаем еще гастропротективный эффект. Вот был опубликован систематический обзор, в котором был сопоставлен трокинетический эффект и гирогаз с запритами, такой бромидой, домперидона, и был сделан вывод, что с учетом удаления заприта с фармацевтического рынка и ограничение применения метоколпромиды и домперидона из-за побочных эффектов гирогаз может вполне заменить упомянутые протинетики. Было проведено несколько рандомизированных контролируемых исследований с применением специальной шкалы оценки женично-кишечных симптомов и выраженность каждого симптома определялась по пятибалльной шкале Лайкерта. Вот самое крупное исследование Конарниева. Было включено 315 больных, которые получали в течение 8 недель либо СТВ-5, либо плацебо и после лечения больных наблюдали в течение 6 месяцев. После лечения сумма баллов по этой шкале снизилась у больных получавших СТВ-5 в большей степени чем у пациентов принимавших плацебо. А продолжительность безрецидивного периода у больных получавших Эбирогаз была достоверно выше. При этом больше 50% пациентов ценили переносимость препарата как хорошую больше 30% как отличную. Другие рандомизированные контролированные исследования также показали более высокую эффективность Эбирогаз по сравнению с плацебо. Выполненные на основании этих исследований 3 мета-анализа подтвердили более высокую эффективность препарата СТВ-5 в лечении функциональной диспепсии по сравнению с плацебо при хорошей переносимости данного препарата и отсутствии различий в чистоте побочных эффектов. было проверено эпидемиологическое кокортное сравнительное исследование включавшее почти тысячу больных с функциональной диспепсией которое показало что при приеме препарата СТВ-5 клиническое улучшение достигалось в достоверно большем проценте случаев чем при лечении метаклопромидом и уменьшение выраженности симптомов у больных получавших Эбирогаз был более значительным. Вот в немецких рекомендациях по лечению функциональной диспепсией препарат СТВ-5 позиционировал как растительный нормакинетик с клинических доказанной эффективностью в метаналитических исследованиях. Важно что препараты Эбирогаз характеризуются хорошей переносимостью и высокой безопасности применения различные исследования с оценкой гепатотоксичности влияния на репродуктивную функцию эмбриогенез фетотоксичность мутагенность и циртотоксичность не выявили при лечении препаратов СТВ-5 каких-нибудь отклонений. Вы видите что общая частота побочных эффектов при применении препарата СТВ-5 прослеженную 50 тысяч про них составила 0,04%. И подсчитано что за 50 лет существования препарата СТВ-5 его получило около 25 миллионов человек. Таким образом я могу прийти и сделать такое заключение что патогенез функциональной дисциплины является сложным и многофакторно ненуждаются в дальнейшем изучении. Лечение таких больных в настоящее время включает в себя общие мероприятия ингибиторы протонной помпы протелетики психотропные препараты психотерапевтические методы. Перспективным направлением служит мультитаргетная терапия предполагающая применение препаратов в частности эберогаста воздействующих на несколько звеньев заболеваний. Благодарю за внимание. Я передаю слово Ольге Андреевне Сторонова которая сделает первый доклад программы это дифференциальный диагноз функциональных заболеваний пищевых. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Аркадий Александрович уважаемые коллеги Здравствуйте. Пожалуйста следующий слайд. Функциональные заболевания пищеводов в соответствии с римскими критериями четвертого пересмотра характеризуются изофигиальными симптомами такими как изжога боль в грудной клетке дисфагия ком в горле при этом возникновение симптомов нельзя объяснить механической обструкцией стриктурой опухолью или зенопильным изофагитом у пациентов нет ворфологических изменений слизистой оболочки и отсутствует нарушение двигательной функции пищевода которые можно выявить различными методами диагностики в частности монометрии пищевода высокого разрешения это такие состояния как ахолазия кардия нарушение проходимости пищеводно-желудочного перехода изофага спазм гиперконтрактильный пищевод или отсутствие перистальтики грудного отдела пищевода в соответствии с классификацией выделены нет назад пожалуйста следующее состояние это функциональная боль в грудной клетке функциональная изжога гиперсесситивный пищевод ком в горле и функциональная изфагия если мы обратимся к клиническим проявлениям общие характеристики данного состояния были описаны на прошлом слайде то функциональная боль в грудной клетке это повторяющаяся необъяснимая загрудинная боль предположительно пищеводного происхождения отличная от симптомов изжоги истинная распространенность неизвестна и может составлять по различным данным от 19 до 33 процентов случаев функциональная изжога это загрудинное жжение дискомфорт или боль рефракторной контисекреторной терапии истинная распространенность этого состояния неизвестна гиперсесситивный пищевод типичные симптомы это изжога или боль в грудной клетке которые ассоциированы с физиологическим рефлюксом подчеркну именно с физиологическим зарегистрированным во время пашинпендансом 3 распространенность этого диагноза составляет до 10 процентов пациентов с сжогой рефракторной терапии ингибиторами протонной помпы следующее заболевание это ком в горле это постоянное или персистирующее безболезненное ощущение комка или неоднородного тела в горле по различным данным его распространенность составляет от 21 до 46 процентов случаев и функциональная дисфагия это наиболее редко диагностируемое состояние ощущение ненормального продвижения болюса по пищеводу хочу сказать что основываясь на опыте нашей клиники пациенты с функциональными заболеваниями пищевода в последние 2-3 года стали обращаться на прием гораздо чаще и наиболее часто к нам на прием приходят пациенты у которых потом при исключении органических состояний выявляется либо функциональная изжога либо процесситивный пищевод на данном слайде представлены роль времени экспозиции соляной кислоты и висцеральной гиперчувствительности которые взаимосвязаны но при этом меняются у пациентов если мы посмотрим на нижнюю шкалу то у пациентов с эрозивным эзофагитом наиболее выраженные изменения наблюдаются по увеличению времени экспозиции соляной кислоты а дальше если мы идем в сторону нейрозивной рефлюксной болезни гиперцитивного пищевода и функциональные изжоги вклад экспозиции соляной кислоты уменьшается но при этом у этих пациентов увеличивается вклад висцеральной гиперчувствительности которая имеет наименьшую роль у пациентов с развитием эрозивного эзофагита механизм развития гиперчувствительности можно рассмотреть следующим образом увеличивается экспрессия кислоточувствительных ванилоидных рецепторов первого типа и рецепторы активируемые протазами второго типа желудочный рефлюктат через активацию указанных рецепторов вызывает воспалительную реакцию с выделением цитокинов и медиаторов воспаления которые в свою очередь могут угнетать сокращение мышц за счет ингибирования в освобождении ацетилхолина и это в свою очередь приводит к тому что забрасываемый рефлюктат задерживается дольше в пищеводе увеличивается время экспозиции его пациенты которых в дальнейшем диагностируется функциональное заболевание как правило длительное время наблюдаются у врачей по поводу гастроэзофагиальной рефлюксной болезни и у них наблюдается рефрактерное течение терапии ингибиторами протонной помпы с сохранением рефлюкс подобными симптомами давайте рассмотрим алгоритм ведения этих пациентов в первую очередь надо сделать заключение о том что была ли ранее у этих пациентов до того как они обратились на прием доказана гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь если у пациентов была не доказана гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь этим пациентам проводится изофагогастродуоденоскопия при необходимости с биопсией монометрии пищевода высокого разрешения и паш-импендантсиметрия без ингибиторов протонной помпы если при проведении совокупности этих исследований мы не получаем подтверждение гастроэзофагиальной рефлюксной болезни то в такой ситуации это могут быть либо функциональные заболевания антродуоденальной зоны такие как супрагастральная отрыжка синдром руминации рвоты может быть нарушение перистальтики желудка также заболевания гортани в том числе либо же если у пациентов не подтверждена гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь но есть заболевания пищевода которые не связаны с гортани это функциональная изжога и гиперсесситивный пищевод функциональное состояние либо же также могут быть выявлены и заболевания слизистой нарушения перистальтики то есть изофильные лекарственные эзофагиты нарушение перистальтики как ахлазия карди эзофага спазма отсутствие перистальтики соответственно это уже не укладывается в функциональные заболевания пищевода если же у пациентов подтверждена гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь и продолжается персистенция симптомов, то мы переходим к второй части обследования, когда у пациентов доказана гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь ранее и имеет рефракторное течение рефлюкс-симптомы. В такой ситуации пациентам рекомендовано проведение тех же методов исследования, но по ашимпендансометрии на фоне приема ингибиторов ротонной помпы и, соответственно, если подтверждена ГЭРБ, то мы ведем этих пациентов как пациентов с рефракторным течением ГЭРБ. Если же не подтверждается данный текущий ГЭРБ на данный момент, то мы можем говорить о либо же существующих других функциональных заболеваниях желудка и доаденальной зоны, либо же имеет место перекрест с заболеваниями пищевода, которые не ассоциированы с гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью, то есть у пациента имеется как гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, так и функциональные заболевания, функциональные изжогы гиперэзофагиальной пищеводной, либо же могут быть нефункциональные, изменения слизистой оболочки и нарушения перистальтики, о которых я говорила ранее. По рекомендациям Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, есть положение, что пациентам с типичными клиническими проявлениями изжога без выраженных эндоскопических изменений с нормальной морфологической картиной слизистой оболочки пищевода может быть рекомендовано проведение PH-импендансометрии. В нашей клинике, в частности, исследование проводится на аппарате Гастроскан. Исследование представляется, что пациенту вводится трансназальный зонт с расположенными датчиками, тремя пашметрическими и семи-импендансными каналами, что позволяет исследовать на всем протяжении пищевода возникновение рефлюксов, определить их химическую структуру, то есть кислые, слабокислые, слабощелочные рефлюксы, а наличие импендансных каналов позволяет выявить их физическое состояние, а также их распространенность вплоть до верхнего пищеводного сфинктра и гортани. На данном слайде представлены данные PH-импендансометрии у пациента с функциональной изжогой. Верхний слайд – это пашметрическая кривая в пищеводе, это желудок, радиальный отдел и тело желудка. 4 – это то пограничный уровень PH, который считается критическим, патологическим для слизистой оболочки пищевода, то есть все, что ниже 4 – это считаются кислые рефлюксы. На данном слайде видно, что пациент трижды кушал во время исследования, спал и во время исследования предъявлял жалобы на изжогу. При детальном анализе импендансных сигналов и совместно с PH-метрическими мы увидели, что пациент в то время, когда он предъявлял жалобу на изжогу, это в PH-метре пищевода увеличен участок на несколько минут, а запись ведется в течение суток, то при анализе импендансометрического сигнала мы видим только прошел глоток, а рефлюкса нет. И в такой ситуации мы можем говорить, что у пациентов с нормальной экспозицией соляной кислоты время с PH ниже 4 составляет за суточное время исследования 1%, у него есть единичные физиологические рефлюксы, снижение PH-метрической кривой ниже 4, как правило, связанное у него с едой, и нет связи между его жалобой и рефлюксом, то есть есть отрицательная вероятность ассоциации симптома с рефлюксом. В такой ситуации мы будем говорить о пациенте с жалобами на изжогу с нормальными показателями PH-метрической кривой без связи симптома с даже физиологическими рефлюксами о состоянии функциональной изжогы. Следующий пример – это пациент с гиперсиститивным пищеводом. PH-метрический показатель у него тоже в пределах допустимых значений, у него единичные рефлюксы, которые в основном возникают после еды в пищеводе. Время, которое в пищеводе за сутки составляет ниже PH, составляет 3%, рефлюксы все носят физиологический характер. Но если мы посмотрим на увеличение, в тот момент, когда у пациента возникает жалоба на изжогу, мы видим распространение по импедансным каналам жидкого содержимого от дистального в максимальном направлении и потом обратно. И показатели PH в этот момент носят слабокислый характер. То есть мы видим, что у пациента есть изжога, и именно в этот момент у пациента возникает слабокислый рефлюкс. То есть у пациента здоровый человек этот рефлюкс просто от 4 до 6.7. И если у пациента возникает вот этот слабокислый рефлюкс у здорового человека, он бы его просто не почувствовал. А пациент с повышенной чувствительностью слизистой пищевода его ощущает. И в этой ситуации мы говорим о том, что у пациента с нормальной экспозиции соляной кислоты в пищеводе, при этом с физиологическими рефлюксами, но есть связь рефлюкса с изжогой, то есть положительная вероятность ассоциации симптома с рефлюксом. В такой ситуации мы ставим пациенту диагноз гиперсоситивный пищевод. И для примера, по шимпидансиметрической кривой пациента с неэрозивной рефлюксной болезнью мы видим значительно большее количество рефлюксов. У пациента процент времени спаж за сутки повышен до 6,5%, это патологическая цифра выше 6. Рефлюксов более значительное количество, мы видим снижение ниже 4. При анализе симптома с рефлюксом мы видим массивный рефлюкс, который распространяется вплоть до самых верхних импеданосиметрических каналов, которые в зависимости от конструкции зонда могут находиться на уровне даже 19 см, на уровне нижнего пищеводного сфинктра. Этот рефлюкс кислый мы видим по 5-шимметрической кривой, соответственно ниже 4. Мы говорим о том, что повышена экспозиция соляной кислоты и есть связь между симптомом и кислым патологическим рефлюксом. Это при нейрозивной рефлюксной болезни. Дальше, пожалуйста. Таким образом, еще раз обращаю внимание, что изжога у пациента с нормальной изофагогастродуодоноскопией и биопсией при проведении суточной ПАШ-импендансиметрии, при нормальном временем экспозиции соляной кислоты и отсутствии связи вообще с рефлюксами – это функциональная изжога. Если у пациентов нормальная экспозиция кислоты, но при этом выявляется связь рефлюкса физиологического с жалобой, тогда мы говорим о гиперсесситивном пищеводе, и у пациентов с повышенной экспозицией соляной кислоты и положительной вероятностью ассоциации симптомы с рефлюксом, мы можем говорить о наличии у него рефлюксной болезни. Стратегия лечения пациентов с функциональными заболеваниями пищевода включает в себя ряд положений. Я говорю именно стратегия, потому что лечение у пациентов с функциональными заболеваниями пищевода носит эмпирический характер, и оно подбирается индивидуально для каждого пациента. Существует ряд положений, что пациенту следует назначать изофагопротекторы, модуляторы боли, ингибиторы протонной помпы, причем ингибиторы протонной помпы окажут в большем проценте случаев эффект у пациентов с наличием гиперсенситивного пищевода. Прокинетики могут назначаться, если во время манометрии мы выявляем приходящее расслабление нижнего пищеводного сфинктера, которым, как знаем, могут учащаться у пациентов, например, с функциональной диспепсией вследствие увеличения давления в желудке, и, соответственно, прокинетики здесь будут оправданы. Когнитивно-поведенческая терапия, психотерапия, по ряду данных положительный эффект у пациентов может оказывать акупунктура, гипнотерапия в качестве монотерапии или же дополнительного метода лечения. И хотел бы обратить внимание, что хирургическое лечение, в том числе антирефлюксное, оно не будет эффективно у пациентов с функциональными заболеваниями пищевода. То есть если пациенты длительное время принимали ингибиторы протонной помпы, другие препараты, и все оказалось неэффективно, не следует их направлять на хирургическое лечение, эффекта не будет. В заключение еще раз хотел бы сказать, что функциональный изжог гиперситивный пищевод – это диагнозы исключения, как и любые заболевания функциональные желудочно-кишечного тракта. 24-часовая паша-импендансиметрия позволяет выявить и доказать отсутствие связи между физиологическими кислыми, слабокислыми, слабощелочными, а также газовыми рефлюксами, симптомами у пациентов с функциональными заболеваниями пищеводом. Позволяет, в принципе, паша-импендансиметрия – это единственный, наверное, метод, который позволяет четко провести дезинференциальный диагноз между такими состояниями, как функциональные изжогы, гиперситивный пищевод и нейрозивно-рефлюксная болезнь. И также даст возможность выявить перекрест с доказанной ранее гастрозофагиальной рефлюксной болезнью. А правильная современная диагностика функциональных заболеваний будет способствовать сокращению числа пациентов, резистентных к проводимой терапии. Данные исследования, представленные в докладе, были получены в лаборатории исследования двигательной функции желудочно-кишечного тракта импедансиметрии и 24-часовой пашметрии, которую создал на базе клиники пропедевтики внутренних болезней гастроэнтерологии и гипотологиями Владимир Ахалитонович Василенко, директор клиники, академик Российской академии наук Владимир Трофимович Ивашкин. Руководит лаборатории профессор Трохманов Александр Сергеевич. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга Андреевна. Я с удовольствием предоставляю слово доценту кафедры пропедевтики внутренних болезней гастроэнтерологии Сеченского университета, кандидату медицинских наук Юлия Олеговна Шупекова. Здравствуйте, дорогие коллеги. Моё выступление посвящено проблеме функциональных заболеваний желчных путей. Также по аналогии с функциональными заболеваниями верхних отделов можно дать определение функциональным билярным расстройствам или иногда их обозначают как дисфункции, как заболевания, характеризующиеся нарушением регуляции по оси желудочно-кишечный тракт головной мозг. Такое определение подчеркивает вклад внешних нервных путей, которые участвуют в восприятии такой аномальной висцеральной гиперчувствительности и участвуют в развитии моторных нарушений. И у этих людей по современным представлениям возникает так называемая функциональная абструкция сфинктеров. То есть современная классификация несколько противоречит прежней, которая включала в себя гиперкинетическую дисфункцию, гипокинетическую. Здесь скорее идет речь о нарушении расслабления сфинктеров, которые препятствуют опорожнению желчного пузыря и холедаха. И основное проявление это собственно симптомы билярной гипертензии. Но она выражена не так тяжело, как при желчнокаменной болезни. И она проявляется приступами билярной боли, но эта боль не достигает интенсивности желчной колики. Следующий, пожалуйста. И вот хочется сделать акцент на том, что значит билярная боль. Ну, по идее, для того, чтобы более точно отличать болезни желчных путей от болезней соседних органов, мы должны следовать этим критериям, отдавать себе отчет, что эта боль именно соответствует билярной. То есть она локализуется в эпигастральной области или в правом верхнем квадранте. И она не всегда имеет и радиацию. И радиация больше характерна для холециститов, когда вовлекается уже серозная оболочка. А здесь речь идет больше о гиперчувствительности самой мышечной, о наклонности к спазму, о гиперчувствительности слизистой оболочки. Поэтому и радиация здесь не описывается. Она имеет устойчивый характер и продолжительность от 30 минут. По баллам она может соответствовать 5-6 баллам по визуально-аналоговой шкале. Возникать может неожиданно, не всегда провоцируется характером каким-то таким пищи. В разные промежутки времени может возникать по ночам. Она достаточно интенсивная и она не связана с сокращением кишечника, положением тела и приемом средств, подавляющих соляную кислоту. То есть не облегчается после приема ингибиторов протонной побы. И косвенными подтверждающими симптомами служат тошнота и рвота, и радиация в нижний грудной отдел позвоночника, что бывает не всегда, и возникновение в ночные часы. Пробуждение ото сна. Классификация современная подразумевает деление этого расстройства на функциональное расстройство собственно желчного пузыря и функциональное расстройство сфинктера-одди билиарного типа. Если пойдет речь о расстройстве сфинктера-одди панкреатического типа, то по современным представлениям это соответствует атакам острого панкреатита. А здесь мы больше будем говорить о расстройстве билиарной порции сфинктера-одди. И как правило, расстройство сфинктера-одди развивается у лиц, перенесших колецистоктомию. Если пока еще не удалось установить вот этот тип 1А или 1Б, то допустимо использовать диагноз «билиарная боль» как предварительный. И вот представлены кодировки из МКБ-10. Следующий, пожалуйста. Есть алгоритм опубликован, в котором в разработке участвовали специалисты РГА из различных учреждений. И, следуя ему, он напоминает тоже те алгоритмы, которые используются иностранными авторами. Но у нас он несколько, мне кажется, более такой подробный, приближен к портрету больного. И основывается он на точке, есть ли у пациента билиарная боль. И переносил ли он холецистоктомию. Если холецистоктомии не было, то есть желчный пузырь сохранен, то проводится общий анализ крови, биохимический анализ крови, стандартные показатели, отражающие функцию печени, поджелудочной железы, УЗИ, гастроскопия. И в группах риска, то есть это люди старше 50 лет или с отягощенной наследственностью, нужно еще провести колоноскопию. Если признаков органической патологии не выявлено, то возникает веское подозрение, если боль полностью соответствует характеру билиарной, то это можно сказать, что это веское подозрение. И есть предрасполагающие факторы, о них я чуть ниже скажу, то можно уже допустимо поставить на этом этапе диагноз дискинезии желчного пузыря. Если характер боли как-то вызывает еще сомнения, то тогда желательно оценить функцию желчного пузыря, провести ультразвуковую колецистографию или билию сцинтиграфию. Но здесь вот на этом этапе много разночтений, потому что, например, иностранные авторы делают акцент на сцинтиграфии желчных путей. И еще есть разночтение в плане того, какой провоцирующий агент, провоцирующий сокращение пузыря нужно применять. В каких-то клиниках применяются сливки, в каких-то яйцах, в каких-то сорбитол. Но строго говоря, нужно было бы вводить подкожно холецистокинин, но препарата холецистокинина пока нет, не зарегистрирован в России. И вот если фракция опорожнения желчного пузыря составляет менее 40%, то тогда уже диагноз более обоснован. А второй вариант, если пациент перенес холецистоктомию по любому поводу, тоже проводится стандартное исследование крови, УЗИ. Но здесь нужно дополнить еще эти стандартные исследования уже на первом этапе каким-то методом, который позволит исключить остаточные камни желчных путей, например, МРХПГ, или эндоузи, или билиусцинтиграфия, особенно если были такие явные приступы боли, гастроскопия, колоноскопия также. И если изменение не выявлено, то рекомендуется дополнить тот метод, который уже применен, например, если проводилось МРХПГ, то желательно дополнить его вторым, более точным методом, например, эндоузи. А если выявлены какие-то изменения явные, то тоже приходится опять выяснять, что происходит в желчных путях, и, как правило, дополнять вторым методом. И если никаких органических все-таки изменений нет, а было просто приходящее какое-то расширение протоковой системы без явных камней, микролитов, то допустима постановка диагноза дискинезии сфинктера ОДИ. Следующая, пожалуйста. Распространенность оценивается как 5-10% и среди лиц, перенесших колецистоктомию. Это от 0,5% до 5% в разных публикациях. Ну, в среднем, наверное, 1,5% среди перенесших колецистоктомию. И в сравнении с желчнокаменной болезнью тоже частота практически приближается к частоте ЖКБ. Следующая. И в патогенезе вот этих функциональных расстройств предположительно лежит не столько нарушение сократимости стенки, например, самого желчного пузыря, сколько нарушение расслабления сфинктера пузырного протока. Хотя и сам желчный пузырь может тоже недостаточно сокращаться. И предрасполагают дисфункции желчного пузыря женский пол. И признаки имеющиеся метаболического синдрома тоже должны подозрения сделать более веским. А к дисфункции сфинктера ОДИ фактор риска является холецистоктомия и связывают патогенез с возрастанием нагрузки на сфинктер. Прежде всего, в отсутствии желчного пузыря, как резервуара. Ну, кроме того, замешана здесь висцеральная гиперчувствительность. Потому что, когда проводили эксперименты, вводили баллончик в 12-перстную кишку и раздували его, то вот эти боли у таких лиц возникали, которые напоминали как раз приступы билярной боли. Но при этом у них не было симптомов функциональной диспепсии. Вероятно, имеется в области впадения сфинктера ОДИ какая-то гиперчувствительность. И основным фоном считается наличие литогенной желчи. Следующий вопрос. Немножко напомню, что значит литогенная желчь. Это прежде всего означает желчь, перенасыщенная именно холестерином и предрасполагающая к прицепитации холестерина. И хочу напомнить, что в условиях генетической предрасположенности, избыточного приема углеводов, под влиянием эстрогенов и, вероятно, под влиянием продуктов кишечной микробиоты литогенность желчи повышается. Это основные факторы, влияющие на нее. Следующий. И вот когда в желчи содержится избыток холестерина, то вот этот эффект изучался, как это может повлиять на клетки. И показано, что если в нормальной мембране имеется такое упорядоченное расположение рецепторов различных, и вот если вы заметите, в мембране имеются красные палочки, это вставки холестерина. И там, где имеются вставки холестерина, появляются такие рафты, то есть плоты в мембране, где локализуются рецепторы. А если холестерина будет избыточное содержание, то эти рафты изменяются, становятся более плотными, жесткими, рецепторы не могут уже нормально располагаться, функционировать. И вот в условиях такого высокого содержания холестерина, вот внизу показано, что в экспериментах доказано, происходит активация спонтанная, фосфолипаз, и вырабатываются вот эти простагландины, вещества воспаления, и они оказывают повреждающее действие на саму мембрану, на клетки. Следующий. Таким образом, вот литогенная желчь может спонтанно даже провоцировать воспаление субклиническое в желчном пузыре, в стенке. Еще, кроме того, вот эти рафты, которые здесь обозначены, они необходимы для создания таких кавеол, в которых располагаются рецепторы. Без этих кавеол рецепторы многие не работают. Вот, например, для рецептора оксида азота такие кавеолы не нужны, а вот для рецепторов кальциевых каналов, холецистининовых рецепторов они нужны. И вот если содержание холестерина меняется, то эти рецепторы перестают работать. Поэтому может снизиться сократимость стенки желчного пузыря, расслабление сфинкеров снижается. Следующий. Ну, здесь еще также показано, что вот в условиях вот этой литогенной диеты происходит гибель клеток кахали, которые расцениваются как водители ритма сокращения и по всему желудочно-кишечному тракту, в том числе и в желчных путях. Следующий. И вот еще большое значение придают тому, что это холестерин очень имеет такую нестабильную молекулу, он склонен окисляться, самопроизвольно, под влиянием микробов. Из него образуются вот такие вот оксистеролы, которые тоже встраиваются в мембрану, неправильно ориентируются там и нарушают функции и рецепторов, и каналов мембраны. Следующий. И вот в образовании этих оксистеролов придают значение бактериям, которые могут обитать в желчи. Ну, как мы считаем, что желчь практически должна быть стерильна, но на самом деле проводилось исследование на основе уже современных генетических методов, не методом посева, а именно генетическим. Было установлено, что в желчи здоровых людей, которых даже избирали как доноров для пересадки печени, была выявлена масса таких условно-патогенных бактерий, и они вот вполне могут этот холестерин перерабатывать в такое вот с образованием оксистеролов и вызывать воспаление субклиническое. Следующий. Вот еще показано, что если человек неправильно питается, ну, это в опытах на мышах подтверждено, ну, и можно перенести на человека. Это мышей кормили пищей с избыточным содержанием углеводов. Хочу подчеркнуть, не жиров именно, а углеводов. Из углеводов вырабатывается много холестерина, из легкоусвояемых. И уже вот через 4-8 недель происходило резкое утолщение стенки желчных путей и нарушалась их ритмическая активность. Уменьшалось число ритмических сокращений и возникали хаотические сокращения. Следующий. Поэтому питание, конечно, при генетической предрасположенности, наверное, может иметь какую-то значительную роль для предотвращения, снижения риска этих нарушений. Ну, как считается сейчас, что функциональное расстройство это может быть только часть континуума, который у некоторых людей может приводить к развитию желчнокаменной болезни. Но просто он, возможно, у некоторых останавливается на середине этот процесс и не доходит до развития камней. Вот происходит спонтанная активация фосфолипаз. Из-за этого вырабатывается этот сок, циклооксигеназа, циклические эндоперекиси. На этом этапе начинает образовываться аномальный муцин. Если в норме муцин представлен там четвертым, например, типом, то у них начинается выработка муцина второго и пятого типа. Это из-за активации циклооксигеназа. И вот все это вместе приводит к снижению сократимости стенки, нарушению расслабления сфинктеров. У некоторых людей появляется сладж, потом могут появиться камни и еще присоединяется хроническое уже Т-клеточное воспаление. Следующий. Ну, еще предположительно, вот в основе, это мы говорили больше так в целом, но еще могут быть такие дополнительные факторы, как травмирование кристаллами сфинктеров. Ну, хорошо известно, что вот бывают папиллиты, стенозы сфинктеров. Предположительно, это вот эти кристаллы желчи иногда проходят, или микролиты, которых мы не видим даже на УЗИ. и это вызывает травматизацию. Следующий. И потом фиброз, и уже этот сфинктер не может расслабиться нормально. Еще вот очень мне понравилась работа. Авторы у животных изучали эффект. Вот они давали им различные вещества экзогенного происхождения, лекарства, какие-то пищевые добавки, и анализировали, как это может повлиять на фатеров сосочек. И вот выделялись вот эти ксенобиотики в 12-перстную кишку, там менялся PH сразу, и они начинали оседать вот на этом сосочке, кристаллизоваться, вызывали его раздражение, фиброз. И вот авторы делают вывод, что если пища содержит много посторонних веществ, лекарств, если много человек лишних принимает, то тоже это, наверное, может способствовать такой дисфункции. Ну и есть люди с гиперплазией, также грунтеровых желез. Следующий. Тоже это может способствовать. Ну, после холецистоктомии пересечены многие нервы, которые регулируют местные рефлексы. Это тоже способствует развитию дисфункции. Следующий. И, наконец, вот если переходить к лечению, если мы все-таки решили, что у человека имеется дискинезия желчного пузыря, ну, конечно, в этом плане есть много, наверное, ошибок диагностических. Возможно, мы неправильно анализируем характер боли, приписываем больным иногда, да, да, у него на самом деле может быть функциональная диспепсия, мы ему приписываем дискинезию желчных путей или наоборот. Ну, если вот диагноз установлен, то назначается сначала лечение спазмолитиками, и если оно недостаточно эффективно, присоединяются препараты урсодезоксихолевой кислоты. Об этом говорится в римском консенсусе, но такая база доказательная не очень пока еще сильная для спазмолитиков. Наиболее такой доказанный эффект оказался для тримедата. Ну, просто для него специально было организовано исследование, и он показал особенно свой эффект вот при втором варианте, когда имеется дискинезия в сфинктороде билярного типа. Ну, если мы подозреваем, что есть тревожные расстройства или повышенная такая висцеральная гиперчувствительность, то можно добавить антидепрессант трициклический или противотревожные средства. А если это речь идет о сфинкториоде, то можно поставить вопрос о эндоскопической попилосфинктеротомии в качестве пробного такого метода. Поможет этот метод или нет. За границей практикуют удаление желчного пузыря при дискинезии, но у нас такая практика не сложилась. Следующий. Считается необоснованно. Ну, тут показана точка приложения действия спазмолитиков, расслабления сфинклеров, которые способствуют опорожнению желчного пузыря. Следующий. Ну, это не то, что... Ну, своего рода, наверное, это холекинетик. Холекинетик, да. За счет того, что он именно выход, открывает выход. Это можно, наверное, к кинетику тоже отнести. Еще вот рекомендуется придерживаться такого вот питания, меньше потреблять легко усвояемые углеводы, сахара, из которых много холестерина образуется и выходит в желчь. Ходьба. Во время ходьбы эти углеводы активно тратятся мышцами. И плюс вот поле ненасыщенной жирной кислоты показали в экспериментах, что улучшается сократимость стенки желчного пузыря. Курсодезоксихолевая кислота. Тут вот это все-таки лекарство, мы не должны ее всем подряд сходу назначать, надо взвесить, показана она в данном случае или нет, проводилось ли пробное лечение с позмолитиками. И то же самое статинов, конечно, касается всем подряд. Мы не должны их назначать, а по показаниям, если есть дислепидемия. лекарство. Следующий. Ну вот если есть у нас минутка, может быть такой просто случай клинический, характерный, как мне показалось, что девушка с молодого возраста испытывала на фоне особенно стрессов, нерационального питания, вот такие периоды, когда у нее появлялись боли в пегастральной области, в правом патриперии, и по описаниям они не соответствовали кислотозависимым болям или болям со стороны толстой кишки или позвоночника, скорее напоминали бильярдные. И эти обострения были связаны со стрессами, как правило. Иногда выявлялся небольшой сладж, но вряд ли он объяснял такие боли. У нее была исключена функциональная диспепсия и хеликобактер. Ассоциированная диспепсия была исключена у нее. И потом на фоне приема эстрогенов наблюдалось ухудшение. Следующий. И вот у нее классический пример, что при проведении ультразвуковой холецистографии с орбитолом у нее была снижена фракция опорождения желчного пузыря. В норме она должна составлять 40%. И поэтому у нее был как бы обоснован этот диагноз по характеру боли, по исключению других заболеваний и по данным холецистографии. Следующий. Ну, это еще вот такой сценарий, это другая пациентка, которая уже с 27 лет страдала, вернее, даже так, ее, можно сказать, не беспокоили никакие особенные симптомы не было у нее, но при ультразвуковом исследовании всегда выявлялся такой мощный, очень бильярдный сладж. Но в то время еще не практиковалось применение урсодезоксихолевой кислоты. Потом появились камни желчного пузыря. Урсодезоксихолевая кислота оказалась неэффективна, они не растворялись. Потом удалили желчный пузырь и стали появляться вот такие вот атаки, боли. Но они не достигали такой высокой интенсивности, как колика, но порядка 6-7 баллов. И вот было установлено, что сфинктер ОДИ при послепробного завтрака не расслаблялся. Оставался проток после пробного завтрака увеличивался по диаметру. То есть сфинктер не расслаблялся. Следующий. Ну и в заключение вот еще раз скажу, что выделяет пока на сегодняшний день два основных типа функциональных бильярдных расстройств. Многое остается недостаточно еще устоявшимся и понимание еще не полностью такой зрелой этой проблемы. И основной фактор это повышенная литогенность желчи ведет к воспалению, нарушению расслабления сфинктеров. Полезна средиземноморская диета спазмолитики и урсодезоксихолевая кислота. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Юлия Олеговна. Ну и у нас последний доклад нашего симпозиума сделает профессор кафедры капилевтической мутной болезни гастронетерологии и гипотологии и урсодезоксихолевая кислота. Спасибо. Спасибо. Олеговна относится к наиболее изученным заболеваниям среди всех функциональных. А все почему? Потому что частота его более выражена, чем у других функциональных заболеваний, составляет около 11%. Основные жалобы, которые беспокоят пациентов при этом заболевании, это боль в животе, которая связана с нарушением частоты консистенции стула, которая возникает раз в неделю, при отсутствии органических причин для возникновения данных жалоб. Следующий слайд. Посмотрите, пожалуйста, что произошло с количеством пациентов, которые страдают с национальными заболеваниями желудочно-кишечного тракта вперед пандемии COVID-19. У таких пациентов увеличилось количество необходимостей в экстренных госпитализациях, в плановых госпитализациях, консультациях врача, в необходимости выполнения таких исследований, как компьютерная томография органов брюшной полости, гастроскопия, колоноскопия, а в этом слайде пропустили. Почему возросла необходимость в посещениях врача и в проведении дополнительных методов исследования? Пожалуйста, посмотрите. У таких пациентов, которые страдают с национальными заболеваниями, в эпоху пандемии достоверно увеличилась интенсивность таких симптомов, как боль в животе, тошнота, диарея, запор. И появились даже такие симптомы, которые, собственно, для функциональных заболеваний и не характерны. И именно это, наверное, приводило таких больных на консультацию к врачу. Теперь следующий слайд и следующий за ним. Еще следующий, это уже поговорили. И вот действительно количество пациентов, которые страдали функциональными заболеваниями, в том числе синдромом воздраженного кишечника, в эпоху пандемии существенно увеличилось. Вот это вот исследование, которое было выполнено в Японии, в эпоху пандемии, что оказалось, что количество пациентов синдромом раздраженного кишечника вперед пандемии составило 12,5%. Сочетание синдрома раздраженного кишечника и функциональной диспепсии отличалось у 4% пациентов. И у 4,5% пациентов встречались симптомы только функциональной диспепсии. И это при том, что в исследовании приняло участие более 5,5% пациентов. Вот как оказалось, увеличение пациентов, которые страдали функциональными заболеваниями, оно вперед пандемии практически удвоилось. Потому что распространенность функциональной диспепсии СРК в Японии до пандемии функциональной диспепсии составляла 2,5%, то есть в эпоху пандемии количество таких пациентов увеличилось вдвое, а количество пациентов с синдромом раздраженного кишечника увеличилось практически в 6 раз. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот, помимо того, что увеличилось количество таких пациентов, что еще произошло? Произошло следующее. Те пациенты, которые предъявляли жалобы определенной интенсивности, вот часть из них стала предъявлять жалобы больше интенсивности. И при этом отнюдь не малая часть пациентов. Жалобы стали более интенсивными. Почти у 20% пациентов с функциональной диспепсией, у 30% пациентов с синдромом раздраженного кишечника, а в том случае, если до пандемии пациенты отмечали сочетание данных функциональных заболеваний, то вероятность того, что интенсивность жалоб увеличилась в течение пандемии составляла 43,7-50%. То есть большее количество таких пациентов и у большого количества таких пациентов жалобы стали более интенсивными. Следующий, пожалуйста, слайд. Почему интенсивность жалоб увеличилась? Видимо, потому, что у пациентов с данными заболеваниями вперед пандемии, но не только у них, а у всех нас, увеличилась выраженность тревоги и выраженность депрессии. И действительно, у тех пациентов, у которых уровень тревоги был высоким и уровень депрессии был высоким, вот у этих пациентов действительно доказано, что интенсивность симптомов тоже была наибольшей. Следующий, пожалуйста, слайд. А, и вот это данные нашей клиники, действительно, у нас есть клиники, которые руководит Владимир Трофимович Ивашкин, амбулаторно-поликлиническое отделение, где мы принимаем пациентов все. Так вот, вперед пандемии доля пациентов с функциональными заболеваниями, которые обращались в наше амбулаторно-поликлиническое отделение, увеличилась на 12%. И причем эти 12% составляли пациенты сочетанием функциональной диспепсии и синдрома раздраженного кишечника. В чем же дело, почему коронавирусная инфекция так повлияла на частоту возникновения функциональных заболеваний, и почему так повлияла на интенсивность симптомов. Дело все в чем, потому что ангиотензин, превращающие рецепторы, которые необходимы для того, чтобы вирус проник в организм человека, они находятся не только в легочной ткани, но и большое количество находятся как в толстой, так и в тонкой кишке. Причем количество вот этих рецепторов в тонкой, толстой кишке существенно превышает плотность данных рецепторов в легочной ткани. А вот эти сложные буквы обозначают сириновые протеазы, которые необходимы в свою очередь для того, чтобы вирус провзаимодействовал с рецептором. Так вот этих самых сириновых протеаз также больше и в толстой кишке, и в тонкой кишке в сравнении с легочной тканью. Соответственно, вирус проникает в организм не только через дыхательную систему, но и через кишку тоже. Следующий пожалуйста. И что же делает вирус, проникнув в организм человека через желудочно-кишечный тракт? Он взаимодействует с рецепторами и сириновыми протеазами, которые находятся на поверхности эпителиоцитов. И дальше вирус оказывает прямой цитопатический эффект. То есть он разрушает клетку, через которую он проник. Вот эта гибель клеток эпителиоцитов приводит к тому, что повышается проницаемость кишечной стенки. Помимо того, что повышается проницаемость кишечной стенки, еще и изменяется иммунный ответ за счет того, что увеличивается экспрессия провоспалительных цитокинов, изменяется состав кишечной микробиоты, соответственно, вирус приводит к чему? Нарушению проницаемости, нарушению микробиоты и к формированию воспаления кишечной стенки. Следующий, пожалуйста. А вот это механизм развития функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта с точки зрения сегодняшнего дня. Изменение состава микробиоты, нарушение проницаемости слезо-степетриального барьера, цитокиновый дисбаланс, воспалительные изменения кишечной стенки, а дальше нарушение чувствительности, нарушение моторики и формирование симптомов. Так вот, новая коронавирусная инфекция приводит к возникновению всего этого или к усугублению уже имеющегося всего этого. Очень страшно. Следующими слайдами я просто хотела как раз и показать нарушение проницаемости у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Смотрите, вот одна эпителиальная клетка, вот эта вторая эпителиальная клетка, а это между ними такое расстояние. А этого быть не должно. Причем количество клеток, между которыми расстояние большое, оно очень далеко. И количество таких клеток превышает количество клеток, между которыми расстояние нормальное. Следующий, пожалуйста, слайд. А на следующем слайде я демонстрирую работу нашей клиники, которая, в которой было доказано нашими собственными исследованиями, то, что цитокиновый баланс кишечной стенки у пациентов с синдромом воздраженного кишечника нарушен. Действительно, это так. Количество провоспалительного цитокина Тейнафальфа у таких пациентов на всем протяжении желудочно-кишечного тракта выше, чем у здоровых лиц. А, к примеру, экспрессия противовоспалительного цитокина интерлекин-10 на всем протяжении желудочно-кишечного тракта ниже, чем у здоровых лиц. Следующий, пожалуйста. Следующие слайды, видимо, это тоже работа нашей клиники, уже была предзащита вот этой диссертационной работы Александра Леонидовна Ковалёвой, в которой было продемонстрировано, что у пациентов с функциональной диспепсией в сочетании с синдромом раздражённого кишечника более плотный инфильтрат слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта на всём его протяжении от 12-перстной до толстой кишки. Следующий, пожалуйста, слайд. А далее мы посмотрим на изменение микробиоты желудочно-кишечного тракта при COVID-19. Как же меняется микробиота у данной категории пациентов? Уменьшается количество и разнообразие микробиоты толстой кишки и состав микробиоты кишечника у пациентов с COVID-19 и у здоровых лиц отличается практически на 40%. И даже когда вирус уже элиминирован из организма человека эти самые изменения микробиоты остаются ещё на протяжении долгого времени. Следующий, пожалуйста, слайд. Если мы сравним изменения микробиоты после перенесённой инфекции COVID-19 и при синдроме раздражённого кишечника мы увидим, что большинство этих изменений однонаправленные однонаправленные как вы видите из данных которые представлены на данном слайде. Следующий, пожалуйста. Итак, пандемия COVID-19 перенесённая коронавирусная инфекция приводит к тому, что нарушается проницаемость, нарушается состав кишечной микробиоты, определяются воспалительные изменения кишечной стенки, что приводит к нарушению чувствительности, нарушению моторики, появлению симптомов и, соответственно, это и новые случаи функциональных заболеваний и усиление симптомов у тех пациентов, у которых функциональные заболевания были диагностированы ранее. Теперь, как бы, вторая сторона медали. Что ещё нехорошего сделала пандемия COVID-19? Вот, пожалуйста, посмотрите, синие столбики это пациенты с синдромом раздражённого кишечника, а зелёные столбики это контроль. Так вот, оказалось, что наша повседневная жизнь, работа, друзья, семья, это стрессогенный фактор для пациентов, которые страдают синдромом раздражённого кишечника, в отличие от здоровых лиц. Обычная жизнь для этих пациентов стресс. Следующий, пожалуйста, слайд. Кроме того, что обученная жизнь для этих пациентов стресс, вероятность развития тревожного расстройства в группе пациентов СРК выше, чем в группе здоровых лиц в 2,5 раза. В 2,5 раза. Это результаты метаанализа большого количества исследований. Следующий, пожалуйста, слайд. А вот вероятность развития депрессивного расстройства в группе пациентов СРК выше, чем в группе здоровых лиц практически в 3 раза. Но, безусловно, если живёшь постоянно в состоянии стресса, то вероятность развития эмоциональных расстройств безусловно повышается. И следующий слайд. Что же произошло в эпоху пандемии COVID-19? Распространённость депрессии и тревоги и нарушений сна составила 31,4 31,9 и почти 38% соответственно. И причём вот эти проценты приходились на лица в основном, которые страдают хроническими неинфекционными заболеваниями. То есть вот на наших своих пациентов с национальными заболеваниями в том числе. С одной стороны все патогенетические механизмы, которые приводят к нарушению проницаемости микробного состава, нарушению чувствительности эмоторики и с другой стороны повышенная вероятность эмоциональных нарушений. Следующий пожалуйста слайд. И вот на что бы мне ещё хотелось обратить внимание. Сейчас как-то очень пересматривается рацион пациентов с синдромом раздражённого кишечника. Почему? Потому что как оказалось 70% пациентов с синдромом раздражённого кишечника соблюдают ту или иную диету. Или безлактозную, или оглютеновую, или лоуфудмэп, или вегетарианскую, или кето-диету, которая сейчас почему-то очень модная. Они едят мало фруктов, мало бобовых. Понятно почему. Потому что если они будут что-то есть, им будет хуже. Но тем не менее эти пациенты склонны употреблять сладкие газированные напитки, сладости, пищу с высоким содержанием сахара и жира. И соответственно когда человек живёт и ест именно так, это приводит к ещё большему изменению состава микробиоты, снижению бактериального разнообразия, уменьшению количества продуцентов краткоцепочечных жирных кислот, повышению количества условно-патогенных бактерий, то есть следующий слайд. Такие пациенты создают себе такой порочный круг. Они неправильно питаются, у них изменяется состав кишечных микробиот, у них нарушается проницаемость, у них изменяется цитокиновый баланс, появляются воспалительные изменения кишечной стенки, вот это всё крутится, крутится и они никак не избавляются от симптомов своего заболевания. Следующий пожалуйста слайд. Надо сказать, что таким пациентам наверное нет смысла как-то возвращаться к оптимальному средиземноморскому рациону на раз в неделю. Надо сказать, что состав микробиота кишечника формируется долгосрочным режимом питания. Временные изменения микробиота кишечника зависящие от диеты можно обнаружить уже через двое суток, но как только человек перестает питаться правильно, всё возвращается как было. Следующий пожалуйста слайд. И теперь собственно к тому наверное что нам делать с нашими пациентами синдромом раздражённого кишечника в эпоху пандемии и после пандемии ковид-19. Отчего? Всё? Ах, ладно. Мы с 1 января 2022 года медицинская помощь на территории Российской Федерации должна оказываться на основе клинических рекомендаций. Клинические рекомендации по диагностике и лечению синдрома раздражённого кишечника есть. Они созданы двумя общественными организациями это Российская гастроэнтерологическая ассоциация и ассоциация полупрактологов в России следующий пожалуйста слайд и вот что касается рациона пациентов согласно рекомендациям осталась только аглютеновая диета low food map диета исключена из текущей версии рекомендаций как противоречащая ну скажем так как способствующая формированию симптомов в данной категории пациентов а вот аглютеновая диета вы с ней можете ознакомиться по ссылочке действительно может улучшить самочувствие больных с диарейным вариантами с рта у которых нет цирологических и морфологических признаков целиакии следующий пожалуйста слайд как нам уменьшить боль у пациентов с синдромом раздраженного кишечника вот это то что записано в наших рекомендациях эффективность спазмолитиков в сравнении с плацебо подтверждена в метаанализе 29 исследований в которых приняли участие более 2000 пациентов и если мы назначаем спазмолитики 7 пациентам то у одного из 7 они помогут это написано в наших рекомендациях но что нового в лечении боли у пациентов синдрома раздраженного кишечника посмотрите пожалуйста вот метаанализ 2019 года и спазмолитики по своей эффективности как оказалось догоняют троцеплические антидепрессанты и масло мяты перечной масло мяты перечной пока в наши рекомендации не входит но входит в римские критерии четвертого пересмотра возможно попадет в следующий пересмотр наших рекомендаций следующий слайд пожалуйста итак что же мы можем предложить нашим пациентам для лечения боли в животе это основные препараты которые изложены в наших рекомендациях 8 дней гиасцинобуцилбромид имеет не только форму в таблетках но и ректальную форму пеноверия бромид миотропный спазмолитик и небольшое мхолиноблокирующее действие он обладает меньшим количеством противопоказаний к назначению но у него нет ректальной формы например миотропный спазмолитик мебиверин 200 мг 2 раза в день до еды 28 дней достаточно много имеет противопоказаний к назначению в том числе непереносимость галактозы лактозы лепактозы и так дальше но может быть назначен на длительный срок до 6 месяцев следующий пожалуйста это основные препараты для лечения боли при синдроме раздраженного кишечника препараты основные для лечения диареи для лечения диареи ну здесь вот я отметила цифры 1, 2 и 3 ну это в каком направлении я бы шла при назначении той или иной группы препаратов рефоксимина альфа 400 мг 3 раза в день на протяжении 14 дней 1 рефоксимин альфа нефа 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 нет название другое это да 400 мг 3 раза в день на протяжении 14 дней особенно если синдром раздраженного кишечника сочетается с синдромом избыточного бактериального роста далее диактоэдрический смектит я бы назначила его при неэффективности рефоксимина половина стакана теплой кипяченой воды смешать с одним пакетиком препарата внутрь 1-3 пакетика в день интервал между приемом диасмектита и других лекарственных средств должен составлять 1-2 часа доза подбирается индивидуально если ни первый ни второй препараты не работают возможно назначение лапирамида в первой дозе 2 мг поддерживающую дозу подбирают так чтобы частота стола составляла 1-2 раза в сутки продолжительность лечения также подбирается индивидуально противопоказания к назначению вы можете увидеть на слайде следующий пожалуйста для лечения запоров при синдроме раздраженного кишечника следующие препараты могут быть применены препараты которые увеличивают объем каловых масс подорожника овального семян оболочка в виде настоя 1-3 раза в сутки за 30 минут до еды или спустя 2 часа после еды длительность терапии до 4 недель после недельного перерыва возможны повторные курсы макрогол осматическое ослабительное 1-2 пакетика предпочтительно в виде однократного приема по утрам или по одному пакетик утром и вечером в случае приема двух в день длительность терапии 3 месяца возможны повторные курсы следующий к этой же группе препаратов осматического действия относится препарат лактитол длительность терапии данным препаратом не установлена следующий пожалуйста слайд и при синдроме раздраженного кишечника возможно применение препаратов из группы стимулирующих слабительных до длительность терапии не должна превышать 10-14 дней доза подбирается индивидуально и данная группа препаратов может сочетаться с препаратами которые увеличивают объем каловых масс и с осматическими слабительными при неэффективности перечисленных выше групп препаратов и схем терапии возможно назначение проколоприда следующий пожалуйста слайд это основные подходы к терапии синдрома раздраженного кишечника на основании наших рекомендаций а вот на сайте нашего общества по изучению микробиоты в разделе научные видеофильмы вы можете найти полную информацию все рекомендации представлены в виде коротких 5-7 минут видеофильма следующий пожалуйста слайд и в завершении своей лекции я бы хотела наверное сказать о том что перенесенная инфекция ковид-19 приводит к изменению состава кишечной микробиоты к нарушению проницаемости слизистой эпителиального барьера к цитокиновому дисбалансу формированию воспаления низкой степени активности в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта психоэмоциональный стресс приводит к увеличению вероятности развития эмоциональных нарушений особенно у лиц с хроническими заболеваниями и поэтому мы должны ожидать и увеличение количества таких пациентов и увеличение интенсивности жалоб у них но мы должны находиться во всеоружии и быть знакомыми с рекомендациями по лечению данных заболеваний спасибо за внимание спасибо большое Кирилла Александровна мы уже вышли за рамки отведенного нам времени я благодарю всех докладчиков за современный уровень изложения самые последние данные которые литературы особенно что касается течения функциональных расстройств для коронавирусной инфекции на этом позвольте закончить сегодняшнюю нашу литературы оттечения